На этом уроке сотрудники библиотеки знакомят десятиклассников с биографией Солженицына, ведь она неразрывно связана с творчеством писателя. В его судьбе, пожалуй, отразилась история 20 века. Александр Солженицын прошел Великую Отечественную войну, лагеря и ссылки, гонения и эмиграцию, всемирное признание своего таланта и возвращение на родину. Учитель математики и физики, философ и писатель по призванию. Он родился ровно сто лет назад. Сегодня его произведения переведены на десятки языков. Школьникам обычно знакомы всего два – «Матрёнин двор» и «Один день Ивана Денисовича». Одна из главных задач педагогов – рассказать и показать, как широк литературный мир Солженицына. Произведения писателя сейчас часто спрашивают и в библиотеках. Человек, который болел душой и всем сердцем за наше государство, за Россию, который воевал и пронзитель на его произведения. У нас библиотека детская, и произведения Солженицына у нас есть, но не в таком количестве. Хотя, когда программное произведение, и дети приходят и спрашивают, то у нас не хватает. Очень бы хотелось, чтобы этих произведений, и особенно вот это новое 30-томное издание, было бы у нас в библиотеке. Напоминают школьникам и о том, что целый год будущий Нобелевский лауреат Александр Солженицын, желая затеряться внутренней России, проработал учителем в посёлке Мизиновский Гусь-Хрустального района. Педагогам был строгим, но справедливым. С тех пор память об этом в нашей области бережно хранят. В посёлке даже реконструировали домик Матрёны, у которой жил писатель. Её образ он навсегда сделал бессмертным в произведении «Матрёнин двор». Владимирские школьники говорят, что на лекции уроки узнали много нового. Я слышал, но не знал, что именно в школе преподавал. Я знал, что он жил, но где именно и чем он занимался, я этого не знал. У него была очень сложная жизнь, но, несмотря на всё это, он преодолел все свои препятствия, ну, препятствия в своей жизни, и справился с этим, и достиг невероятных высот. Это ещё раз доказывает, что стоит идти к своей цели до конца. В Владимирской области не раз бывала вдова писателя Натальи Солженицына. Она встречалась со школьниками, студентами и ценителями творчества писателя. 2018 год, объявленный годом Солженицына в России, подходит к концу. За это время по всей стране состоялись десятки мероприятий, литературных встреч и даже премьер. В Владимирской области прошли выставки, картины, фотографии, спектакли по произведениям Солженицына. К столетию писателя в областном драматическом театре идёт постановка «Раковый корпус, сосланный навечно», а кукольный театр поставил Матрёнин двор. Представители культурной общественности уверены, творчество Солженицына будет актуально всегда, потому что оно учит думать и чувствовать.